Всем привет! Вы на канале Ирина Ф. И сегодня хочу с вами поговорить об уходовой косметике из магазина Фикс Прайс. Сразу скажу, да, я не боюсь покупать в этом магазине уходовые гигиенические средства, но не скупаю все подряд, покупаю выборочно. Я вам покажу то, что сейчас у меня в уходе, в запасах. Но на самом деле за все те годы, что хожу в этот магазин, покупала очень много, и очень многое мне нравилось. Давайте начнем с мыла. У меня в запасе сейчас одна бутылочка жидкого мыла и два кусочка. И как оказалось, все это из магазина Фикс Прайс, потому что там достаточно выгодные цены. Например, вот такое детское мыло, кремовое, достаточно густое, очень приятное, очень нежное. Стоит всего лишь 55 рублей. Ну, в общем-то, именно такое, именно детское, да, покупаю уже далеко не первый раз. Мне очень нравится соотношение цены и качества. Также можно купить очень интересные, хорошие кусочки кускового мыла. Покажу вам просто, что сейчас у меня в запасах. Это цветочное наслаждение Дуру. Да, такой вот яркий, красивый кусочек мыла. И очень такой супер бюджетный вариант. Мэджик кусочек мыла Алоэ. Вот этот кусочек стоил вообще 16 с чем-то. Ну, в общем-то, зачем переплачивать, да, когда можно купить вполне хорошее, качественное мыло, но по бюджетной цене. Кстати, хочу отметить, пока вот выставляю вам следующие любимые продукты, что бывает мыло, например, от завода Братьев Крестовниковых, которое в этом магазине продается гораздо дешевле, чем в том же Магнит Косметик, да, Улыбка Радуги и так далее. Ну, в общем, присмотритесь. А теперь покажу два вот таких любимчика. Это такие ведерки, баночки от Фитокосметик. Скраб мой самый любимый из всех представленных. Вот такой жиросжигающий ореховый. Он вам, конечно, никакой жир не сожгет. Чем мне он нравится? Этот скраб очень мягкий, в отличие от других, да, представленных вариантов. Очень нежный. Он кремовый. В нем небольшие мелкие частички. И если, в общем-то, обычный грубый какой-нибудь сахарный или солевой скраб можно купить практически везде, чтобы подскрабировать бедра и ноги, то вот для верхней части тела у меня всегда проблема купить какой-нибудь вот такой более нежный скраб. Этот отвечает всем моим требованиям. Он приятный, он нежный, при этом он прекрасно скрабирует руки. Я даже им аккуратно, осторожно скрабирую зону декольте. Несмотря на то, что вот такая баночка-малышка здесь, по-моему, стоили 125 грамм, но не буду сейчас искать. Мне хватает именно для верхней части тела достаточно надолго. Кстати, фикс-прайс на эти баночки-малышки самая выгодная цена. Я их покупаю за 55 рублей в других магазинах и за 70, и за 80 видела. Второй любимчик – это густое масло для волос. Сейчас у меня крапивное, но я вам скажу, что я перепробовала все варианты, кроме, по-моему, перцового, и, в общем-то, все варианты мне понравились. И гречишное, и какое-то там еще у нас есть. В общем, в этот раз просто выбрала крапивное. Ну, особой разницы не вижу. Хотя производитель называет это крем-масло, я бы назвала это просто хорошей, густой, питательной маской для волос. Нам производитель рекомендует наносить на влажные волосы на 3-5 минут, и затем, как обычно, мы смываем любую маску, смывать водой. Она не просто дает более легкое расчесывание. После этой маски мои непослушные волосы выглядят более послушными. Они более красивые, более блестящие. Я, в общем-то, вижу разницу с этой маской и без. Учитывая, что это такой супер-супер бюджетный вариант, и работает она, отрабатывает больше, чем на 55 рублей, тоже вам советую присмотреться. Так, давайте вот так поставим. Так, это у нас скраб тут капнул, но мы вытрем, да, чтобы у нас все было с вами красиво. Так, давайте посмотрим кремы. Итак, начнем мы с двух тюбиков для рук. У меня сейчас в использовании два крема для рук и оба из магазина FixPrice. Вот это у меня повторная покупка с маслом конопли. Он представлен в двух вариантах. У меня сос-уход за чувствительной кожей. Здесь, кстати, очень большой объем, 85 мл. Я вам сейчас покажу, какой этот крем по консистенции. Он, знаете, не густой и не жидкий, такой, как нужно. Вот, смотрите, видите, он никуда не стекает. Я сейчас за камерой распределю по коже рук, покажу вам, что он моментально впитывается. Он ни жирности, ни липкости у меня не оставил. У него очень приятный какой-то нежный, такой травянистый аромат. Он дает хорошее увлажнение и смягчение. Он не питательный, но как увлажняющий смягчающий крем он работает очень-очень хорошо. И второй крем, ну, это скорее баловство. Это марка Etude Organics. Кстати, фикс-прайс на эту марку, на эти кремы для рук самая дешевая бюджетная цена. Здесь, конечно, очень маленький объем, 45 мл. Я его приобрела за 99 рублей. Кажется, что это дорого. Но если посмотреть на сайтах Озон, беру, то цена вот на такие кремы в полтора, то и в два раза выше. Как я уже сказала, этот крем скорее баловство. Он тоже дает хорошее смягчение, увлажнение, ну, может быть, небольшое питание. Я в этот раз выбрала миндальный маффин. Давайте я вам тоже покажу уж, какой он по консистенции. Он примерно такой же, да, может быть, чуть более густой, чем с маслом конопли. Но давайте я тоже по коже рук его разнесу. Правда, это у нас уже второй крем подряд. Но все равно, видите, ни липкости, ни жирности он не оставил. Руки очень приятные, гладкие, мягкие. Ну, в общем-то, тоже смело могу рекомендовать. Для лица у меня сейчас только один крем, именно из FixPrice. От FITO COSMETIC. Крем масла для лица. Интенсивное питание для сухой чувствительной кожи. Стоил тоже 50 или 55 рублей. Он действительно, как нам пишет производитель, по крайней мере, на моей склонной к сухости кожи моментально впитывается. Использую как ночной крем. Он дает достаточное питание. При этом он не липкий, он не жирный. Он очень комфортный. Очень бюджетная цена. А работает не хуже, чем более дорогие варианты. Для ног покажу вам крем, который мне очень понравился. Поэтому это, наверное, может быть, третий уже тюбик. Аквапилинг. Он в небольшом объеме, всего лишь 35 миллилитров. Но он и стоит достаточно бюджетно. В других магазинах я тоже видела это так, в аппилинг. Он там в большем объеме. Но и цена достаточно высокая. 200 с чем-то рублей. Несмотря на то, что объем маленький, крем расходуется очень экономично. Мне достаточно совсем небольшого количества. Я не могу вам сказать, как он влияет на мозоли и огрубевшую кожу. У меня пятки, в общем-то, в неплохом состоянии. Он их позволяет в этом состоянии поддерживать. Он не питательный. Он скорее увлажняющий и смягчающий. Но свою работу он делает на 5 с плюсом. Такой до сих пор есть в продаже. Если в вашем магазине есть, советую приобрести. И покажу вам вот такой товар, который вообще-то я хотела поругать. Но я нашла ему другое применение. И в этом качестве я его похвалю. Вот в такой коробочке продается бальзам для тела. Растирка, простуде нет. С камфорой и эфирным маслом эвкалипта. Внутри у нас находится вот такая баночка. Вот такой бальзам для тела. Растирка. В составе есть шунгит. Поэтому сам бальзам вот такого темного, темно-серого цвета. На коже он такой цвет, естественно, не оставляет. Он как бы никакой цвет не оставляет, как обычный крем. В качестве растирки, противопростудной, пыталась применять я и другие члены семьи. Он мне понравился. Он особого никакого действия не оказал. Уж лучше все-таки приобрести в аптеке или растирку доктор Мом, ну или что-то подобное. Они посильнее. Стояла-стояла у меня эта баночка. Уж не знала, что с ней делать. И как-то пришла. У меня были очень уставшие ноги. Я посмотрела, что здесь в составе у нас эфирное масло эвкалипта, камфора. Я нанесла на ноги, на пятки, на ступни. Вы знаете, такое приятное действие оказала эта растирка. Она сняла усталость. Она как-то ножки освежила. Просто, не знаю, второе дыхание, вторую жизнь им придала. Я использую теперь эту растирку в качестве увлажняющего крема для ног. В качестве крема, который снимает какие-то неприятные ощущения. Который дает такую какую-то легкость, что ли, приятную. Использую несколько раз в неделю. Не каждый день, потому что увлажнения от этого крема мало. Но вот именно в качестве такого релакс-средства для ног использую где-то 2, иногда 3 раза в неделю. Здесь огромный объем 100 миллилитров. Я думаю, что мне этой банки, не знаю, до лета, наверное, хватит. Но вот в таком качестве похвалить могу. Как растирка от простуды? Нет. Следующий мой уходовый любимчик. Бессменный на протяжении многих лет. Это бальзам бархатные губки. Стоит он всего лишь 27,50. Когда-то стоил 25 рублей. Но это самая бюджетная цена. В других магазинах он все равно дороже. Сейчас у меня он стоит в запасе. Открывать не буду, но внутри это самый обычный, простейший белый бальзам. Я бы даже назвала это гигиеническая помада. Именно этот аромат, сочный апельсин, приятный. Не особенно химозный. Но он и не очень сильный. Что этот бальзам делает? Хотя губы у меня достаточно сухие. Он их неплохо напитывает. Он их смягчает. И чем мне нравятся эти бальзамы? Я очень люблю, кстати... Ну, может быть, вот зимой. Зимой он, может быть, будет немного слабоват. Я очень люблю ими пользоваться весной и летом. Он совершенно не тает. Даже летом в сильную жару другие бальзамы, тем более, они стоят у меня в ванной комнате. Они немного подтаивали от температуры. С этим вообще ничего не происходило. Кстати, хочу отметить, что эти бальзамы в магазине всегда с очень хорошим сроком годности. Вот вам, наверное, видно конкретно это до ноября аж 2021 года. Поэтому спокойно даже месяц-другой постоит у меня в запасе. Так, следующее, что вам покажу, покупаю постоянно. Это влажные салфетки для снятия макияжа с мицеллярной водой. Я не использую их для снятия макияжа. Все-таки мне удобнее использовать ватный диск, смоченный мицеллярной водой или каким-то другим средством. Они у меня стоят на туалетном столике. Я их использую для того, чтобы подкорректировать как-то макияж. Ну и так далее для таких вот вещей. Но ради интереса, конечно, я их попробовала и для снятия макияжа. И хочу вам отметить, что обычный макияж я не пользуюсь какой-то влагостойкой тушью, например. Я не пользуюсь, кстати, тональным кремом. Я не знаю, как они будут снимать тональный крем BB, крем, пудру. Эти салфетки снимают прекрасно. Никакой аллергии, раздражения у меня они на удивление не вызвали. Хотя у меня кожа достаточно аллергичная. Стоят они, по-моему, 55 рублей. Здесь 60 штук. Цена очень бюджетная. Салфетки оказались очень неплохого качества. Это, кстати, далеко не первая упаковка. Ну и парочка околокосметических продуктов. Хочу вам показать вот такую упаковочку. Стоит она 99 рублей. Good Look спонжи для макияжа. Вот такие малышки. В упаковке, кстати, 20 штук. Конечно, они одноразовые. Но такого спонжика хватает на несколько применений. На два, то и на три. Я BB кремом, например, пользуюсь не каждый даже день. В общем-то, для растушевки, как нам пишет производитель кремовых и жидких текстур, они отлично подходят. Что удобно. Несколько таких малышек можно взять с собой в какую-то поездку, в отпуск. Ну и там же выкинуть их после использования. За 20 штук 99 рублей, на мой взгляд, это самая бюджетная цена. Во всех других магазинах подобный товар дороже. И еще один такой коколокосметический товар хочу похвалить. Это палочки для маникюра деревянные. 30 штук здесь в упаковке. Мне такой упаковки хватает на несколько месяцев. Цена бюджетная. Палочки очень даже неплохого качества. Конечно, они, наверное, не подойдут профессионалам. Но нам с вами для домашнего использования очень даже подходят. Неплохие по качеству. Вы знаете, покупала в других магазинах более дорогие варианты. Я особых различий не заметила. Поэтому зачем переплачивать? Еще мне очень нравится. Здесь такой удобный достаточно пакетик на зип-локе. Поэтому удобно их здесь хранить. В общем-то, тоже могу вам смело рекомендовать. Я покупаю такие постоянно. Ну вот, я вам рассказала о своих любимчиках уходовых средств из магазина FixPrice. Интересно почитать ваши комментарии. Чем вы пользуетесь? Что вы можете мне посоветовать? На что обратить внимание? И интересно, не боитесь ли вы покупать в этом магазине уходовые средства? Мне часто, кстати, под видео пишут, что это же опасно. Как вы можете? Зачем вы купили это в FixPrice? Ну, вы знаете, я не боюсь. Тем более, большинство товаров, которые я вам показала, они спокойно в таких же упаковках от этих же производителей продаются в других магазинах. Но просто по большей стоимости. А зачем переплачивать? Мне кажется, совершенно не нужно. Спасибо, что посмотрели мое видео. Отличного вам настроения. Только самых-самых удачных и выгодных покупок. Всем пока!